Всем привет, мои дорогие зрители! Испекла блины и решила снять небольшой домашний влог. Блины я, как только испеку, сразу накрываю кухонным полотенчиком. Тогда они остаются мягкими и тёплыми. Сегодня пекла блины на кефире. Это бабушкин рецепт, есть у меня на канале. Блинчики получаются жёлтыми, не слишком тонкими и толстыми. Такими кисленькими, как говорила моя бабушка, млынчики, млынси. Кушать их можно, эти блины, как со сладкой начинкой, так и с солёной. Например, положить сливочное масло, рыбку, можно красную, свернуть и кушать. Или со сладкой начинкой, с джемами, с повидлом. Или ещё, как любит мой сын, он нарезает мелко сосиску, твёрдый сыр, сворачивает. А потом нужно подогреть или в микроволновке, или на сухой сковороде. Я сегодня буду кушать со сладкими начинками. Это будут повидло, варенье. Это мои заготовки на зиму. Хочу с вами поговорить об этих сладких заготовках на зиму. Я их закупоривала металлическими крышками и храню в погребе, который находится у меня в доме. Это небольшой погреб. Сейчас в нём температура 10 градусов тепла. Вот эти банки я достала с вареньями, повидлами. И вот эти четыре открыла только что. А эту мы открыли уже раньше. Я храню в холодильнике. Эта баночка, это абрикосово-шоколадное повидло. Вот такое. Такая нутелла, как я называла её. Вот такая она густая. Её можно вот это кушать с блинами. А можно делать прослойку в тортах. А можно пирожки печь. И даже краусаны. Я думаю, что краусаны мы с вами ещё приготовим. С этой нутеллой. Вот эту мисочку я сразу себе к блинам. Положу пару ложечек этой шоколадной нутеллы. Это баночка. Это малиновое варенье, которое называется 5-стакановое. Оно очень быстрое. Вот оно у меня хранилось не в холодильнике. И вот видите, какое оно густое. Оно такое желейное. Ну, не густое, оно желейное. Цвет превосходный. Да и вкус хорош. Вот такие целые ягодки попадаются. Видите? Тоже положу пару ложечек. В этом году у меня было очень много малины. Поэтому это с домашней малины варенье. Так. Следующая баночка. Это сгущённое молоко из груш. Писали, что в некоторых оно не получается приготовить. Но, девочки, если всё делать по рецепту, всё получается. Если хорошо промыть баночки, простерилизовать их, то оно хорошо сохраняется. Потому что готовила я его ещё в 2017 году. И оно у меня хорошо сохранилось. Оно такое негустое. На цвет оно, как варёная сгущёнка. Но вкус, аромат просто превосходный. Вот такое оно. Кладу себе пару ложечек. Дальше конфитюр из смородины. Правда, рецепт у меня есть из красной смородины. А это из чёрной смородины я приготовила. Вот такой конфитюр. Он тоже хранится без холодильника. И вот видите, он желейный. Такой конфитюр. Он такой кисло-сладкий. Тоже попадаются целые ягодки. Очень вкусный и полезный. Смородина очень полезная. Так. А эта баночка с вареньем. Яблочные дольки. Которые очень быстро готовятся. И вот такие целые прозрачные дольки получаются. Видите? Видите? Вкусное варенье тоже кладу себе. Ссылки на приготовление всех этих сладких заготовок я оставлю под этим видео. Вы сможете пересмотреть, что-то выбрать и подготовиться к новому сезону. А сейчас будем пробовать все эти заготовки. Варенье я выбрала к блинам малиновые и яблочные дольки. Кладу блин. Многие из вас скажут, куда мне кушать блины с моим весом. Но я, девочки, считаю, что первой половины дня мучное кушать можно. А насчет диет, как на их сидеть, придерживаться, мы поговорим о полезных советах. Дальше кладу варенье. Малиновое немножко, я так люблю. Яблочное. Кладу сметану. Вот так сворачиваю. Ну, я буду по-простому, вот так. Очень вкусно. Девочки, признаюсь честно, блин я скушала только один. Хотя они очень вкусные. Остальные скушают мои родные. В первых числах марта будет масленица. Вы должны, все мы, обязательно испечь блины. Так что, можете по этому рецепту приготовить блины. Или по другим рецептам. У меня на канале есть много рецептов блинов. Так что, готовьте. И приятного вам аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И обязательно оставляйте свои советы, комментарии, пожелания. Мне это очень приятно и полезно. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всем хорошего и доброго. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok